МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце 90-х, начале 2000-х, Россия была чемпионом мира по количеству совместных учений с НАТО. Почему восточного соседа так пугает расширение альянса в Европе? Москва отслеживает движение натовских войск и перенацеливает свои боевые средства. 12 друзей Путина. Очень узкий круг людей заставляет на себя работать 150-миллионную нацию. Кому в России жить хорошо? Нам сказали, мы освободили олигархов от уплаты налогов. Факты, свидетельства, доказательства. Все это прямо сейчас в гражданской обороне. Застой и загнивание экономики РФ. Новые санкции США против страны-агрессора. В среду Сенат США большинством голосов одобрил расширение экономических санкций против России. Это все цепная реакция, которая будет касаться уже каждого обычного растения. Страна беднеет, гайки закручиваются. В самой духовной решили всерьез бороться с иностранными шпионами. И ни о каком закручивании гаек речь не идет. Речь идет о защите нашего суверенитета. Самое справедливое правосудие русского мира. В крови сбитого насмерть во дворе дома шестилетнего мальчика Алеша эксперты насчитали 2,7 промилле алкоголя. 97 голосов за, 2 голоса против. Поправка внесена и одобрена. Практически единогласно Сенат США принял пакет новых санкций против РФ. На этот раз удар нацелен в самые болевые точки – энергетические и банковские секторы. Законопроект предполагает, например, ввести новые ограничения на деятельность российских банков и кредитование нефтегазового сектора. Российские банки будет запрещено финансировать на срок более 14 дней. Для компаний нефтегазового сектора этот срок будет сжат до одного месяца. Отдельный пункт касается бурения в Арктике. Под ударом и металлургия, и горнодобыча, а также транспорт, судоходство и железнодорожные перевозки. На карандаш возьмут и инвесторов, вкладывающих в российскую экономику. Но инвестиции более 1 миллиона долларов в нефтегазовый сектор РФ будут запрещены. Снижение возможности инвестировать в российскую нефтегазовую отрасль до 1 миллиона, это практически делает эти инвестиции бессмысленными, поскольку там счетные инвестиции идут на сотни миллионов и на миллиарды. Когда вот эта вот нефтегазовая история не может привлекать новые денежки, они не могут ремонтироваться, они не могут разведывать новое, они не могут поддерживать добычу на этом уровне. Новый пакет санкций может буквально уничтожить грандиозные планы РФ по строительству Северного потока-2, газопровода в Европу в обход Украины. Две нитки газопровода Северный поток-2 должны пройти по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы снизить транзит газа через Украину. Традиционно газ для самой духовной является предметом беспроигрышного шантажа ЕС. Однако эксперты уверяют, очень скоро ситуация может кардинально измениться. Будет очень дешевый газ. Тут пресс-конференция была в Техасе, это месторождение открыли, сейчас осваивают тоже сланцевую нефть, что мы готовы на то, чтобы у нас сланцевый газ забирали бесплатно, чтобы только с ним, только упростить процесс и снизить себестоимость до 15. В этом году американцы уже начали поставки сжиженного газа в Европу. Он уже экспортируется в Испанию, Португалию, Италию, Турцию и на Мальто. 8 июня 2017-го танкеры с американским природным сжиженным газом встали под разгрузку в Нидерландах и Польше. США намерены стать третьей по объемам экспорта природного газа страной в течение трех лет. Мы поможем обеспечить энергетическую безопасность наших союзников и партнеров во всем мире. Рик Перри, министр энергетики США, сообщает Радио Свобода. Европа уже сделает очень много для того, чтобы соскочить с газовой иглы Геспрома, и они достаточно много сегодня инвестируют в альтернативные маршруты поставок, в зависимости от российских энергоносителей, будет падать. Пропагандисты российских федеральных телеканалов уже начали истерику. Американцы делают все, чтобы заменить на рынке Европы газ из российской трубы своим сжиженным в баллонах. И зачем Германии русский газ из трубы, когда лучше он будет американским? Россияне недовольны, что в Европе появляется рынок газа, на который заходят американские продавцы. Как американцы могут заставить покупать американский газ? Ракету нацелить на Брюссель? Нет, они приходят и говорят, смотрите, у нас есть газ, он дешевле, и мы надежнее. Под новые санкции также попадают те, кто финансово связаны с российской разведкой, и те, кто оказывают материальную и техническую поддержку правительству Сирии. Мы защищаем там не столько президента Асада, сколько сирийскую государственность. А главное, президент США самостоятельно, без разрешения Конгресса, не сможет отменить эти санкции. Пока за законопроект проголосовал только Сенат. Документ еще будут рассматривать в Палате представителей. После этого его должен подписать президент. Они действительно прижимают Трампа, они приживают его к канатам, и не оставляют Трампу никакого другого пути, кроме как наложить вето. Если эти санкции, опять же, еще раз повторюсь, вступят в силу, это произойдет не раньше, чем в 2018 году, но если это все произойдет, это еще больнее ударит по каждому рядовому россиянину. То есть это все цепная реакция, которая будет касаться уже каждого обычного россиянина. О трамповском вето пропагандисты Кремля не стесняясь мечтают вслух. Однако такой вариант маловероятен. А потому в Кремле пели старую песню о главном. История России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя креп. На самом деле, до истории с Крымом, Запад не вводил санкции против России. Не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Тезис «Россия в кольце иностранных врагов» теперь едва ли не государство, образующая идея. Чтобы выявлять инородных диверсантов, в Совете Федерации РФ создали комиссию по борьбе с иностранным вмешательством. И ни о каком закручивании гаек речь не идет. Речь идет о защите нашего суверенитета. Не вспомнить дедов, которые воевали на пропагандистском ТВ, было бы плохим тоном. Ведь на самом деле наши отцы-деды в годы Великой Отечественной войны кровь проливали, чтобы не допустить порабощения страны. Это очень сильно напоминает охота на ведьм. Причем, это еще раз повторюсь, это именно поздний-поздний сталинизм. То есть это фактически уже деградация системы. Так и для стагнирующей экономики РФ новые санкции – очередная мина замедленного действия. За имперские амбиции Кремля простые россияне продолжают платить из собственного кармана. И с каждым месяцем эта плата все более ощутима. Примерно 20% россиян в ходе опроса Левада-центра заявили, что воздержатся от летнего отпуска в текущем году. Кроме того, 20% респондентов будут отдыхать на даче, 21% дома занимаясь собственными делами. Если раньше на российском радио пели о летнем отдыхе в Египте... Сегодня же актуальным стал отдых на даче. У многих не хватает денег не то, что на далекий Крым наш, а даже на то, чтобы просто выехать из родного города. Растет ли в последние годы уровень ваших доходов? Не растет, падает. В какой сфере работаете? Образование. Последнее время наоборот, почему-то они в обратную сторону. И так работаю на двух работах, и ничего не получается. Мы работаем в бюджетной организации, в школе, учителями. Зарплата, к сожалению, с каждым годом становится меньше. Несмотря на то, что президент ВСИА РФ озвучивает не такие уж пугающие цифры победности в самой духовной... К сожалению, за последние годы количество этих людей подросло до 13,5%. У Института социального прогнозирования РФ другие данные. Уже сегодня практически на грани выживания рискует оказаться каждый третий россиянин. Почти 29% населения России рискует оказаться бедными, если понимать под бедностью ежемесячный доход менее чем 9956 рублей. Я работаю финансовым директором. И ваша зарплата, она не меняется? 10 лет на одном и том же уровне. Ентская база снижается в том плане, что наши партнеры разоряются, поставщики разоряются. К сожалению, эта тенденция прослеживается. Вот с 2013 года все понисходящее и понисходящее. В 2016-м 70% россиян экономили на всем, 75,7% на одежде и обуви, 68% на продуктах питания, 67,5% на развлечениях, 57,7% на отпуске, 38,9% на лекарствах, 6,3% на других категориях расходов. Однако грядущие новые санкции и растущая бедность далеко не самые худшие стороны хваленого русского мира. Бесправность простого народа и коррупция – вот его визитная карточка. Персональные данные лиц, которые находятся под госохраной и информацию о членах их семей засекретят. Вот эти все декларации. Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем. О, еще одна машина, вот еще там квартира, вот это там за границей. Я много раз предлагал – уберите все декларации. Вы знаете, кого надо арестовать и арестовывайте без декларации. Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Эта новость в РФ прошла незамеченной. Пока в Украине начинает действовать система прозрачного электронного декларирования, российским чиновникам законодательно разрешают скрывать доходы. Теперь от всех публичных реестров может быть удалена любая информация, в том числе и о имуществе, касающейся президента, премьера и других чиновников высшего эшелона власти. В любой европейской стране этот закон мог бы иметь эффект разорвавшейся бомбы. В Духовной РФ о новости не сообщил ни один крупный телеканал. Речь идет о ФСБшной аристократии, но логично следующим этапом, например, когда едет ФСБшный кортеж, чтобы смерды снимали шапки и становились на колени. Ну, это логично. Это логичное продолжение того, что происходит. Дальше веселее. С легкой руки депутатов Думы у граждан России забрали право высказываться в суде. В РФ решили, что так дела будут рассматриваться быстрее. Отныне судья сможет лишать подсудимого слова в рамках мер процессуального принуждения. И, конечно, российские правоохранители – самые честные правоохранители в мире. Получил результаты экспертизы, согласно которой маленький Леша сам бросился под колеса иномарки, потому что был в буквальном смысле смертельно пьян. Лёше было всего 6 лет. В российском городе Железнодорожный, прямо во дворе многоэтажки, на бешеной скорости его сбивает машина. Тёмный седан быстро разгоняется во дворе жилого дома. Скорость примерно 50 км в час. Всё происходит за кадром. Иномарка сбивает мальчика и протаскивает под колесами больше 10 метров. Однако водителю убийство ребёнка, как с гуся вода. Экспертизы позже покажут. В его крови якобы огромная доза алкоголя. В распоряжении нашей программы оказались фрагменты этого заключения. 2,7 промилле алкоголя в крови равнозначно выпитой бутылки водки. От такой дозы ребёнок попал бы в реанимацию. Но в российской полиции это никого не смутило. Проверять судмедэкспертов не стали. И самое главное, кто был за рулём? Оказывается, Ольга Алисова, супруга уже осуждённого участника крупной ОПГ. Банда занималась убийствами и похищениями людей. И только когда СМИ подняли шумиху, прокуратура всё же увидела странности этого дела. Ну так если не одобрение, то молчаливое согласие со стороны российского общества самое страшное. То есть что было в Киеве, когда избили студентов на Майдане? Вышел потом на следующий день миллион киевлян, да? А тут спокойно задерживают ребёнка за стихи Шекспира или убивают малыша, и потом придумывают, что он был пьян. И какие-то протесты, ничего нет. Донбассу и Крыму они показали привлекательную картинку и обещали райскую жизнь в родной колыбели. Однако настоящее лицо русского мира выглядит совсем по-другому. Коррупция, бесправие простых граждан, растущая нищета и международное осуждение. С уважением, русский оккупант.